Всем привет! И сегодня я хотел бы кратко рассказать о дронах. Именно о том, что вам нужно знать о дронах в первую очередь. Этот гайд, такой мини-гайд для новичков. Те, кто давно играет в игру, естественно, все это дело знают. Почему решил поговорить о дронах? Потому что мы все-таки летаем на Херонах, на Астерка кто-то из вас летает. И основной урон у вас получается с дронов, поэтому вы просто обязаны знать ярлыки. И к дронам, то есть какой дрон для чего предназначен. Сейчас мы быстренько пройдемся по легким боевым дронам. И я вам расскажу эти ярлыки. Все точно мы прям рассматривать не будем. Мы разберем лишь простейшие варианты. Значит, смотрите, у нас есть 4 вида дронов. Все, больше нет других дронов. Каждый к каждой фракции. Соответственно, Аколиты это амарские дроны, которые, их особенность в том, что они бьют ЕМ уроном. ЕМ урон очень хорошо работает против шелдовых целей, то есть тех, у которых есть щит. Ну, например, вот мой Херон вкачан конкретно в щит, больше ничего у него нет. И вы видите, что даже если симулировать, то у меня здесь большая-большая дырка в ЕМ. Соответственно, если меня бить Аколитами, то мне будет больнее всего, то есть по сравнению с другими дронами. Поэтому против шелдовых целей в большинстве случаев используют Аколитов. Также есть бури сканерские, в которых также действует дебаф минус 25% к резистам в ЕМ. Там, естественно, тоже используют Аколитов. Значит, хоп-гоблины. Хоп-гоблины это голенские дроны, которые считаются самыми ДПСными, поэтому вы можете видеть у Астерок очень часто хоп-гоблинов, потому что, ну, в общем-то, они самые ДПСные, да, бьют они термалом, и, в общем-то, все. Просто запомнил, что они ДПС. Хорнеты. Хорнеты это колдарские дроны, которые отличаются своим, скажем так, жиром, да, своим щитом. Запас щита у них больше, чем у остальных. Соответственно, их берут, если нужно. Если вы планируете драться в перепиле дронов, то именно колдари, нави и хорнеты подойдут вам лучше всего. О пиратских вариантах мы поговорим чуть позже. Я сейчас рассказываю именно особенности. Бьют они кинетиком, насколько я помню, да. Ну, естественно, варьеры. Варьеры это матарские дроны, которые отличаются своей скоростью. Варьеры очень быстрые дроны, и их используем только в случае, если деремся с быстрыми целями, с цепторами и так далее. Для этих целей нам подойдет Republic Fleet Warrior. О них мы тоже поговорим. Итак, запомнили. Акалиты ЕМ урон, Хобгоблин ДПС, Хорнеты жирные и варьеры быстрые. А теперь переходим конкретно к вариациям. У каждого дрона есть две, ну, три, скажем так, дополнительных вариаций. И начнем мы с самой простой. Это Integrated. Integrated дроны это, в общем-то, такой вариант для начинающих. То есть, если вы еще не можете Т-вторых дронов, поэтому вы берете себе Integrated. У них чуть выше ДПС, чем у Т-1 вариантов. Поэтому используйте их, если хотите чуть бустануть свой ДПС. Больше об Integrated сказать нечего. Значит, также сразу поговорим о Augmented. Augmented это дроны, которые самые ДПСные, да, то есть у них больше всего урона. Они бьют уже не одним видом урона, а двумя. Вы можете заметить, да, что они бьют двумя видами уронов. Модификатор урона у них уже выше, чем у всех остальных вариантов. Поэтому, когда вы видите, допустим, вас бьют Augmented михоп гоблинами, то вам будет больно. Да, Augmented околиты, например, самые дорогие. Да, поэтому вы тут видите большую цифру за одного дрона 25 миллионов. Гоблины в этом плане всего 5 миллионов, Хорнеты 10, ну, и, соответственно, Варьер там 9. Это самые, в общем-то, в общем, суть в том, что все эти дроны сохраняют свои особенности, но именно в таком варианте они именно ДПСные, да, то есть у них все идет ДПС, и их особенности не раскрываются в полной мере. А в том, в чем мы сейчас поговорим, как раз они раскрываются. Итак, колдари Нави Хорнеты это самые, самые жирные дроны в игре. То есть вы можете заметить, что у них запас прочности часов 432. Это действительно очень много, и тем более, что щит восстанавливается у вас в Дромбей. Когда вы его скопаете обратно, он потихоньку восстанавливается. Поэтому это самые удобные дроны для перепила дронами. Когда вы дерете с Астеркой, именно кто кому дронов перебьет. А представляете, сколько щита у Астерки на этих дронах? Потому что у нее запас прочности плюс 100%. То есть получается, тут почти 900 щита будет у Астерки, если она их возьмет. Значит, Федерейшн, Нави, Хоп Гоблины это те же ДПСные дроны, но чуть жирнее, чем обычные. Поэтому можете брать их. То есть они не такие дорогие, и бьют они все еще одним видом урона. Поэтому они вам, в общем-то, помогут. То есть если вы берете просто Хоп Гоблинов, не хотите брать Аугментодов, между ними как раз Федерейшн, они чуть поживучее. Значит, Империал Нави Акалиты тоже являются жирными дронами, потому что у них броня большая. Да, их тоже можете использовать. Но опять же, проблема в том, что когда им сбивают броню, когда вы их обратно в Дронбей возвращаете, то броня не восстанавливается, восстанавливается только щит. Это очень важный момент. Поэтому для перепилы дронов все-таки вам лучше подойдут Хорнеты, Калдари Нави. И еще Republic Fleet Warrior это самые-самые быстрые дроны, которые есть среди легких боевых. Возможные вообще самые быстрые дроны в игре. Максимальная скорость, которую они развивают, это 5 километров в секунду. Допустим, мы сравним с какими-нибудь Аугментодами Хорнетами, которые развивают скорость 4100, но это Аугментод, то есть, если вы берете не Аугментод, то там все гораздо меньше, 3700 и так далее. То есть, естественно, Аугментод это прям бустанутые дроны по всем параметрам, но Republic Fleet Warrior это недорогой вариант, который позволит вам догонять такие цели, как Melediction и так далее. Конечно, есть еще Аугментод Акалиты, которые тоже развивают большую скорость до 5082, но вы видите, сколько они стоят. То есть, сколько стоит Republic Fleet Warrior полтора миллиона и сколько Аугментод Акалиты 25 миллионов за одного дрона. Поэтому, все-таки, если вы деретесь быстрыми целями, то берите Republic Fleet Warrior. Это вам сильно поможет. Надеюсь, разобрались. Аугментод это сильно бустанутые дроны и сильно дорогие, которые используют свои особенности, но больше всего ДПС. Калдари Нави Хорнет самый жирный шилдовый дрон. Империал Нави Акалит самый жирный именно в армор. И Federation Нави Хоб Гоблин тоже жирный, ну, такой, то есть, жирный дрон с ДПС. Да, чуть пожирнее, чем Хоб Гоблин обычный. И Republic Fleet Warrior самый быстрый дрон из тех, которые не супер дорогие. То есть, Акалит чуть-чуть побыстрее аугментов, но стоит он в 20 раз дороже. Значит, разобрались. Я надеюсь, что вы все запомнили. Теперь вы будете знать, кого и как бить, да, правильно, какими дронами. И если вас будут бить, вы тоже будете знать, что использует противник. Также я вскользь по-быстрому расскажу вам про рэп-дронов, которые есть. Это такие дроны, которые сбивают лог у противника. Доступны они только для Омега аккаунта, но это очень классная штука. Если вы просто летаете и сканите, не хотите драться, соответственно, вы посылаете таких дронов на Астерку, которая вас уже схватила. И есть примерно 7% вероятность, что с одного дрона лог собьется. 7% вероятность одного дрона с каждого дрона, что лог собьется. То есть, когда вас схватила Астерка, вы встаете в разгон, в нужную точку, куда собираетесь варпать, натравляете на нее дронов, и как только вы прям смотрите, как только лог сбивается, как только с вас спадает скрамблер, сразу отварпываете. То есть, эти дроны это большой расходник, их очень много используется в пвп, для того, чтобы сбить лог противнику и убежать. Так что, тоже держите на вооружении. Значит, это все, что я хотел вам рассказать о дронах, так кратенько, для новичков, чтобы было понимание. Если я что-то забыл о дронах сказать, то пишите в комментариях, если это видео было полезным, то, естественно, ставьте лайк, и до встречи в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok